Дорогие друзья, Таир и Идн, шалом алейхем. Очень важно для каждого еврея, что он родился как еврей, и когда приходит его время, умирет как еврей. То, что происходит во время жизни, это свободный выбор. И человек старается, учит, узнает о еврейской традиции, о еврейской религии. Но то, что святое, это что когда еврейский мужчина рождается, надо делать ему обрезание и давать ему еврейское имя. Когда девочка рождается, надо возле тора читать Мишебейрах и дать ей еврейское имя, потому что через еврейское имя мы получаем брохе, благословение, которое невозможно получить без еврейского имя. И когда приходит время, чтобы похоронить евреи как положено. И это очень-очень важно, особенно для наших предков. Мы же евреи на протяжении четыре тысячи лет. Наши предки ради еврейства были готовы сделать все. Иногда даже пришлось жертвовать жизни ради еврейства. Когда мы рождаемся и наши дети, которые родились как евреи, и когда мы хороним евреи как евреи, хотя бы начало и конец были так, как должно быть. Недавно очень известный человек на Украине, который был очень любимый, очень уважаемый, который сделал очень много для людей, умер. У этого человека и папа, и мама евреи. Но его похоронили по-другие традиции. И было очень больно на этом смотреть. Потому что в этот момент, когда человек умирает и возвращается назад там, где он должен находиться, там, где его душа должна быть, провожать его надо по-еврейски. А у него жена не еврейка. И семья не евреи вокруг били. И получается, что когда он умер, она не согласилась. Она не дала добро, что похоронили его как евреи. А это очень обидно. Потому что когда мы видим, что человек читает себе таким, как он себе читает, без информации, без знания, это тоже проблема. Очень много людей говорят, я еврей, но я христианин. Он христианин, он изменил вера еврейская, но он даже не знает, что такое иудаизм, что такое еврейство. Потому что 70 лет коммунизма сделало свое. Получается, что он отказался от еврейства, не зная, что такое еврейство, и что такое обид еврей. И насколько это обидно предки его, которые смотрят, их души смотрят и плачут, что у них нет еврейское продолжение, что у них есть ребенок, потомок, который и папа, и мама евреи, а он отказался от еврейства, изменил свой народ, и даже не предупредил свою жену, свое совершение, что он просит, что хотя бы его похоронили как евреи. Наша глава недели называется Итро. Итро был большой священник в Мидиан, и читался специалист номер один в мире по идолопоклонству. Все, что противоречит вера в один Бог. Но когда он увидел чудеса, которые Бог совершил евреям, как раскрыто Красное море, и победа над Амалек, он признал Всевишний и решил стать евреем. Он стал гер, он принял иудаизм на себе. И несмотря на то, что над его было очень большое давление, потому что он же был специалист номер один по другим делам, но когда он узнал истину, он решил стать евреем. Его дочка была жена, Моше Рабейну, Майзей, глава поколения еврейских народ. Что мы видим уитро, что не сметра на то, что он там был лидером, он был очень уважаемым, он был экспертом номер один. Но когда он узнал истину и правду, он вернулся в иудаизм. Ми говорим что-то другой, человек который родился в христианская семья. Надо уважать свои родители, надо жить по традициям которой семья жила. Но когда мы видим евреи, который учил от евреиства, он даже не знает что такое евреиства. Он даже не знает что такое Тора, и что такое бит евреи, и он уже стал христианинам. И что получается, и что он такиих людей, внуки могут быть антисемитами. Потому что он такой человек, который должен объяснить, почему он учил от евреиства. И он дома объясняет, почему иудаизм это не хорошо, почему он принял такое решение. И вот эти спрашивают, папа, почему ты стал христианином, если у тебя родители евреи? И ты должен верить, что Бог один, и верить в святая Тора наша. Ему же приходится объяснить и оправдываться. Но он же еще помнит свою маму, своего папа. Поэтому он не антисемит. Но с поколениями оно переходит уже в ненависть к евреям. Потому что дома была атмосфера антиеврейская для того, что абисниит, почему глава семья перешел в христианство. Мы в никаком случае не хотим говорить ничего против другие религии. Надо уважать любые религии. Религиозный человек, это человек, который, он ведет себя лучше, он верит вовсе вишни, на него можно надеяться, это париадочный человек. Мы говорим сиша, что человек, который родился евреи, должен хотя бы дать шанс свою еврейству и узнать, что такое быть евреи и оставить совершение свою семью, что когда он умирает, что похоронили его, так как похоронили его предки на протяжении четыре тысячи лет, и так, что душа его попала в Ганейден. Желаю вам агутен шавес, зайт гизунт. Субтитры сделал DimaTorzok